Всем привет, с вами Елена Вивас из Аргентины и я продолжаю снимать для вас серию видео о пребывании главных нацистских преступников в Аргентине и в частности предыдущий и сегодняшний выпуск у меня посвящены пребыванию Гитлера в Аргентине. Кто еще не видел мои предыдущие видео, заходите в мои видео и там уже у меня, по-моему, три видео на эту тему сняты. Посмотрите их, почитайте комментарии, оставьте свои комментарии. Дело в том, что ваши комментарии мне также помогают подбирать темы для моих выпусков и по окончанию съемки вот этого ряда видео о нацистах в Аргентине я также сниму видео с ответами на ваши видео. С каждым днем снимать и публиковать свои видео на эту тему мне становится все сложнее. Сначала быковал YouTube, очень меня предупреждал, что ему не нравятся эти темы. После последнего выпуска Гитлер в Аргентине, которая была посвящена пребыванию Гитлера в провинции Кордоба, Facebook поудалял все мои публикации на эту тему. Но я все равно держусь. Я думаю, что мы все равно с вами прорвемся, чтобы осветить вот эти достаточно интересные вопросы, нравится это соцсетям или нет. Поэтому я не знаю, смогу ли я публиковать прогнозы своих видео в моих соцсетях. Поэтому, чтобы не пропускать видео, подписывайтесь на мой YouTube канал. Вы уже, наверное, заметили, они не очень регулярно у меня выходят, потому что очень много работы. Сейчас начинается высокий туристический сезон. У меня не так много времени снимать, поэтому как получается, так и снимаю. Тем более, вот мне тут две недели назад делали импланты, у меня пол лица, две недели было синие, поэтому тоже из-за этого пришлось немножко пропустить, потому что слой грима у меня не скрывал эти синяки. Надеюсь, сейчас уже не так видно. Итак, приступим к нашей теме. В начале 1987 года весь мир проснулся от новости, которая, если она окажется правдивой, изменит все наши взгляды на историю, историю о том, как закончилась Вторая мировая война. Дело в том, что 19 февраля 1987 года популярное издание ABC выходит заголовками о том, что четыре месяца назад на севере Аргентине умер Адольф Гитлер. Далее текст статьи объяснял, что богатый аргентинский бизнесмен Макс Грегорчич утверждал о том, что четырьмя месяцами ранее Адольф Гитлер умер на севере Аргентины, а его жена Ева Браун продолжает жить в Мендосе со своими четырьмя приемными детьми. Кроме того, Макс Грегорчич, как самый настоящий бизнесмен, предлагал такой коммерческий пакет, в котором присутствовали все доказательства, где можно найти якобы могилу Гитлера, множество других доказательств, где можно найти Еву Браун и так далее. Вот этот весь пакет он предложил выкупить за достаточно кругленькую сумму, за 500 миллионов долларов. И вот именно после этой новости и началась вот эта вся движуха, которая в принципе, она известна практически любому миру, да, потому что когда я в каких-то новых группах пишу об Аргентине, мне сразу все начинают напоминать о том, что Аргентина приняла нацистов после Второй мировой войны. Об этом мы, кстати, очень много говорили в предыдущих видео. Я рассказывала о том, как жили главные нацистские преступники в Аргентине, как их ловили, как арестовывали и так далее. Мы с вами говорили, что к этому привело, какой вот этот накал нацизма был в Аргентине еще до начала Второй мировой войны. И в предыдущем видео мы с вами уже начали говорить на тему о пребывании Гитлера в Аргентине, где присутствовали в том числе и фотографии Гитлера на территории одного из отелей провинции Кордоб. Итак, что же вот этот Макс Грегорчич утверждал? Утверждал о том, что фюрер умер в возрасте 97 лет, что у него есть фотографии диктатора, а также о том, где на сегодняшний день находится Ева Браун и четверо приемных детей фюрера. Всю эту информацию Грегорчич предоставил корреспондентам американской сети Вист Ньюс, которые вот они ее и опубликовали. Далее вся эта информация попадает в руки Аргентинской Израильской Ассоциации с рядом доказательств. После чего президент этой организации Дэвид Голдберт, он пытался с Максом Грегорчич поторговаться, он с ним неоднократно встречался, но сумма была настолько велика, что вот эта организация, она не могла себе позволить отдать полмиллиарда долларов, причем это же еще 80-е годы, да, деньги тогда были совсем другие, отдать за ту информацию, ну, даже правильнее сказать, не за информацию, а за кота в мешке, да, потому что никто не знал, что в этом скрытом пакете, который Макс хотел продать этому миру за полтора миллиарда долларов. Поэтому эта тема на время немножко притихла, но она настолько всколыхнула в мир, что очень много людей увлеклись этой темой и начали расследовать. И потом уже в течение нескольких месяцев все ведущие издания из США и Европы следили за этой темой, и в ближайшие годы газеты выходили следующими заголовками. Удивления и сомнения в связи с известием о смерти Гитлера. Беспорядки среди евреев, поскольку сомнения в смерти Гитлера продолжаются. Евреи расследуют новости о смерти Гитлера в Аргентине. И вот в этой последней статье рассказывается о том, что аргентинские евреи, они поддерживают эту теорию, поскольку, по словам того же Дэвида Голдберга, Аргентина после Второй мировой войны превратилась в настоящий рай безнаказанности для нацистов, которые по крысиным тропам прибывали из Европы в Аргентину. Аргентинские историки, и в частности Феликс Луна, который был наиболее активен в тот период по этой теме, утверждал о том, что большая часть нацистских преступников, порядка 7,5 тысяч, прибывают из Берлина в Аргентину, чтобы найти здесь свое убежище. Это сейчас мы уже с вами знаем конкретные имена, кого здесь поймали, но это в основном все было как раз-таки после этого переполоха, и все это в основном у нас датируется 90-ми годами. А сейчас мы с вами говорим про 1987 год, и примерно до этого времени это была такая тема, не особо освещаемая. Хотя еще раз хочу напомнить о том, что об этом я говорила в предыдущем видео, что в ЦРУ США уже в 44-м году знали, что Гитлер планирует по окончанию Второй мировой войны, когда он уже понимал, что победа будет явно не за ним, а за союзником, что он готовит свои пути отступления в Аргентину. Также имеются данные о том, что в июле 1945 года ЦРУ знала в моменте, где именно сейчас находится Адольф Гитлер, и об этом мы с вами сегодня поговорим. Кроме того, Сталин тоже сомневался в том, что Гитлер закончил жизнь самоубийством в своем бункере. Кстати, об очень интересном бункере в Патагоне мы сегодня с вами поговорим в самом конце этого видео, поэтому смотрите до конца. Все это видео будет очень много интересной и разнообразной информации о пребывании Гитлера и других нацистов на территории Патагонии, в частности в области Барелочи и вокруг Барелочи. Что у нас еще есть? В начале нулевых годов уже на уровне ДНК было доказано о том, что тот череп Гитлера, который якобы хранится в Москве, он не принадлежал Гитлеру. Мало того, это вообще был женский череп, а не как принадлежавший фюреру. Итак, 1987 год. Что это за время было в Аргентине? Тот период, когда Аргентина приняла на себя удар этой новости. Это было новое демократическое правительство, которое пришло на смену диктатуре, и это правительство, оно никак не могло не отреагировать на эту новость. Поэтому представители МИД заявили о том, что у них есть достаточно большое количество доносов и заявлений о том, что некоторые нацистские преступники на самом деле присутствуют на территории Аргентины, и поэтому с разрешения правительства Аргентины американские и израильские службы ведут разведывательную деятельность на территории страны по поимке этих самых нацистских преступников. 1 марта того же года в ABC выходит новая статья, в которой говорится о том, что теперь потомки тех самых евреев, погибших в концентрационных лагерях на территории Европы, задаются вопросом, а возможно ли так, что и Гитлер, он смог избежать Нюрнбергского процесса и нашел свое убежище на территории Аргентины, как и десятки тысяч евреев, которые пострадали во время Второй мировой войны. Как известно, Аргентина во время Второй мировой войны приняла самый большой поток беженцев-евреев на свою территорию. Кстати, надо будет снять ролик на эту тему, большой у меня собран материал, который я рассказываю на своих экскурсиях, в том числе, кстати, у меня есть экскурсия о том, как живет еврейская община на территории Буэнос-Айреса. Кому интересна эта тема, записывайтесь ко мне на экскурсии, звоните, пишите. Походим по самым знаковым районам. Кстати, один из моих водителей, тот, с кем я провожу эту экскурсию, у меня еврей из сирийских беженцев еще начала XX века. Поэтому мы с ним очень интересно и познавательно вместе проводим эту экскурсию. И вот так, начиная с очень такого большого толчка, начинает раскачиваться информационная лодка о том, что Гитлер после Второй мировой войны не застрелился в своем бункере, а нашел убежище на территории Аргентины. Проходит еще некоторое время, и на этом информационном поле появляется новое лицо, которое практически 30 лет своей жизни посвятило теме расследования и нахождение Гитлера на территории Аргентины. Речь идет о журналисте из города Барелочи, Абель Басти, который на сегодняшний день написал уже 7 книг о пребывании Гитлера в Аргентине. И, кстати, последняя его книга, которая совсем недавно вышла, называется фотографии Гитлера после Второй мировой войны. То есть он в эту книгу собрал весь фотоматериал, который доказывает тот факт, что Гитлер не закончил свою жизнь суицидом в апреле 45-го года. В этом сборнике собраны фотографии нахождение Гитлера не только на территории Аргентины. По версии Басти, Гитлер также, ну, он, в принципе, он вынужден был не сидеть на одном месте, да, немножко передвигаться, потому что и в Аргентине власть менялась. Он пребывает на территории Аргентины во времена правления Перона, который поддерживал вот эту самую эмиграцию, если это можно выразиться, да, эмиграцию немцев из Европы в Аргентину в 55-м году, в какой-то период Перон был отстранен от власти на достаточно большой период, и поэтому Гитлер вынужден был немножко ретироваться, и вот по исследованиям, исследованиям этого Абеля Басти, он тогда переехал на территорию Парагвая, где он, кстати, жил под именем Бруно Киршнер. Привет всем киршнеристам! Но это, конечно же, совпадение, потому что я потом посмотрела, бывший президент Аргентины, Нестер Киршнер, он как раз-таки потомок немецко-швейцарских эмигрантов, поэтому вот эта фамилия Киршнер, столь известная в Аргентине, это немецкая фамилия. Далее по версии Басти, Гитлер проживал на территории Колумбии, и есть фотографии из Колумбии, из города Баяка, где изображен Гитлер вместе с бизнесменом по фамилии Ситроэн. Также в этой книге есть фотографии Гитлера и из Висенте Лопес, это вот городок недалеко, в серии, где я рассказывала о том, как арестовывали нацистских преступников на территории Аргентины. Очень многие из них, кстати, были как раз-таки арестованы. Висенте Лопес там совсем рядышком, в Оливас. Оливас является частью Висенте Лопес. Находится резиденция президента Аргентины, что тоже очень такой интересный факт. Поэтому вот эта книжечка, фотографии Гитлера после Второй мировой войны очень интересная, там потрясающее количество доказательного материала о том, что Гитлер после Второй мировой войны скрылся на территории Аргентины. Плюс мне уже за этот период пришлось здесь пообщаться с людьми, которые не впрямую, но в принципе как бы косвенно тоже говорят об этом. И причем такая косвенность, что сомневаться в ее истинности не приходится. И вот Абель Басти, он посвящает 30 лет своей жизни для того, чтобы составить вот эту вот последовательную цепочку, опираясь на конкретные факты, да, не на какие-то сказки, рассказы, мифы и легенды народов Южной Америки, а документальные факты, которые подтверждают о том, что Гитлер на самом деле в апреле 1945 года покидает Берлин. Что же на самом деле произошло в берлинском бункере в апреле 1945 года, прежде чем фюрер навсегда исчез со сцены, не оставив за собой и следа? Возможно ли то, что он сбежал, а вот эта сцена его самоубийства была самой большой театральной постановкой в мировой истории? Так вот, Абель Басти утверждает о том, что 22 апреля Гитлер покидает Берлин и попадает в Австрию. Оттуда 27 апреля 1945 года он отправляется в Барселону, где, как мы знаем, была поддерживающая Гитлера власть диктатора Франциско Франко. Кроме того, уже 9 июня 1945 года советский маршал Георгий Жуков заявил о том, что тело Гитлера не найдено и не опознано. И что не исключено, что фюрер скрылся на самолете. То есть сомнения уже были сразу по окончанию Второй мировой войны. Сталин до конца своих дней не верил в то, что Гитлер совершил самоубийство. Кроме того, согласно документам ФБР, примерно 85% всей публичной информации выпущенной в 1945 году по всему миру имеется в виду, говорила о том, что Гитлер совершил повек. Что же происходило после того, как 27 апреля 1945 года Гитлер попадает в Барселону? Далее. Согласно собранным документам об Элем Басте, говорится о том, что на подводной лодке он отправляется к берегам Патагонии с остановкой на Канарских островах. Почему именно берега Патагонии? Ну, Патагония в тот период, середина 40-х годов 20-го века, это была самая малонаселенная территория на планете Земля. В принципе, даже сегодня средняя плотность населения Патагонии в зависимости от района это от 1 до 3-х человек на квадратный метр. Это сегодня. То есть, соответственно, в середине 20-го века эта плотность была еще намного меньшей. И Патагония, это кроме того, 3,5 тысячи километров необитаемого побережья Атлантического океана. Даже если кто-то там и жил на территории этой Патагонии, это была такая глушь, что иногда люди вообще не знали, что происходит там в Европе за 15-18 тысяч километров. Не было тогда ни радио, ни телевидения, тем более там не было. Газеты могли вообще доставляться только там раз в полгода. То есть люди, которые там проживали, они иногда вообще могли не знать о том, что происходит Вторая мировая война. Поэтому на тот момент Патагония была лучшим местом вообще на планете Земля, где можно было бы фюреру скрыться. Но не только это. Мы уже в предыдущем видео говорили о том, что в Барелочи, еще в 30-е годы, начинает формироваться такое устойчивое немецкое сообщество жителей, которые в том числе поддерживали фюрера, о том, что даже несмотря на запреты там на школах вывешивали нацистские флаги и так далее. Кроме того, в 1946 году к власти в Аргентине приходит президент Хуан Перрон, который с распростертыми объятиями встречает всех нацистов, которые хотят найти свое убежище в Аргентине. И об этом мы с вами тоже много говорили в предыдущих видео. Но здесь, справедливости ради, нужно отметить, что не только аргентинский президент был рад принять на территории своей страны нацистов и, в принципе, любых немецких военных и не только военных и гражданских. Еще намного больше, чем Аргентина, немцев приняли Соединенные Штаты, да что уж там греха таить, в Советский Союз тоже прибыло достаточно большое количество немецких специалистов, которые были, в том числе специалисты во всех новейших технологиях, в инженерии, специалисты военной медицины, фармацевтики, инженеры по строительству дорог, инженеры различных военных технологий, самолетостроения, автомобилестроения. И не зря же уже в 40-е годы в Аргентине начинает развиваться атомная промышленность, о чем мы тоже с вами поговорим в моих следующих видео. И главной задачей Соединенных Штатов и их союзников в тот период было не только принять вот этих всех высококлассных специалистов, но и сделать так, чтобы как можно меньше их попало в Советский Союз, потому что уже тогда начинается холодная война, и США было ну совсем неинтересно, чтобы лучшие специалисты попали на территорию Советского Союза и помогали подъему промышленности в коммунистической стране. Кроме того, также известно, что подводные лодки с нацистами, которые отправились из Барселоны в Аргентину, они шли не сами по себе, а их сопровождал английский военно-морской флот. Итак, продолжаем строить нашу цепочку побега фюрера из Берлина в Патагонию. И вот прибывает он к берегам Патагонии на подводные лодки. Останки этих подводных лодок были в последующем найдены на побережье Патагонии. Отсюда и вот эта вот теория, которая еще также подтверждается документально. И далее он отправляется в самую глубь Патагонии, непосредственно в Ванды на границу Аргентины и Чили, непосредственно в город Барилочи. Почему Барилочи? О самом Барилочи на моем канале есть очень достаточно много видео, в которых я рассказываю об этом городе. Уже во все времена года у мне сняты ролики, размещены на моем канале. И в них я более подробно рассказываю официальную историю. Но история немножко она не всегда освещается для туристов так, как она есть на самом деле. Все началось в 1916 году, когда произошла битва между немецким и английским флотом за Мальвинские или, как на англоязычном рынке говорят, за Фольклендские острова. Английский флот в этой битве проигрывает и его кораблики быстро релацируются на юг Чили. А в это же время некоторые молодые немецкие моряки, они высаживаются на побережье Аргентины и отправляются вглубь. Практически как в романе «Дети капитана Гранта» у Жюля Верна. И отправляясь вглубь, они поселяются на ранчо Сан-Рамон, который находится примерно где-то 5-10 километров от Барелочи. В этот момент это ранчо было территорией Германии. Так вот, среди этих молодых моряков был такой персонаж, которого звали Канарис. Полное имя Вильгельм Франц Канарис. Так вот, в последующем этот Канарис он был начальником разведки Адольфа Гитлера во время Второй мировой войны. Он прекрасно знал, что такое Патагония, которую он успел изучить с 1916 года, а также знал обо всех немецких компаниях, которые находятся на территории Аргентины и поддерживал с ними отношения. Само вот это ранчо Сан-Рамон, о котором мы дальше будем говорить в нашем повествовании, поскольку это ранчо было то самое место, первое место пребывания Адольфа Гитлера в Аргентине. Об этом мы чуть ниже будем говорить. Так вот, это ранчо Сан-Рамон, оно принадлежало немецкой семье, членом которой был Бернард Голландский. Немец, женатый на нидерландской королеве Юлиане. И он получается у нас дедушка нынешнего действующего короля Нидерландов, который женат на Максимилиане. Максимилиана у нас нынешняя королева Нидерландов, она является аргентинкой. Кстати, принц наш голландский, который прожил долгую, счастливую, успешную жизнь в возрасте 93-х лет, совсем недавно скончался. В молодости он был членом Национал-социалистической партии Германии и состоял в штурмовых отрядах СС. Вот такая вот она тайная история современной Европы. Кстати, у принца нашего голландского, несмотря на то, что он был мужем королевы, у него оставался титул принца, у него не было титула короля, хотя, по сути, можно сказать, он был королем Нидерландов. Так вот, у него еще и от Аргентины был очень важный орден. Кавалер Большого Креста Ордена Освободителя Сан-Мартино одного из самых главных орденов нынешней Аргентины. Ну, опять же, возвращаемся к нашему молодому моряку Канарису, немецкому моряку, который обосновался на ранче Сан-Рамон в 1916 году. Именно он начинает вот эту цепочку взаимосвязи между Аргентинской Патагонией и Берлином. И именно он в свое время начинает готовить почву в Патагонии для принятия фюрера по окончанию Второй мировой войны, когда уже в 1943 году более-менее был понятен адекватный исход этой войны, и всем уже было понятно, что у фюрера нет никаких шансов выиграть эту войну. Поэтому в этот же период 1943 года Германия начинает готовить свои базы для эвакуации в разных странах этого мира, в том числе и на территории Аргентины. Потому что очень важно было эвакуировать весь капитал из Европы далее на Запад. Это был капитал как и материальный, денежный капитал, а также и, как я уже говорила, особо важным капиталом являлись люди и немецкие специалисты в различных отраслях. Патагония у нас находится очень далеко от зоны конфликта, как я говорила, это примерно 15, наверное, тысяч километров, может даже больше. Кроме того, если мы говорим о городе Барелочи, он находится стратегически очень в интересном месте. Рядом граница с Чили, которая практически никак не контролируется и через эту границу и горный хребет Ант есть свободный выход, в том числе к побережью Тихого океана. Вообще, можно сказать, дикое место. Кроме того, из-за того, что этот регион был очень мало заселен и, соответственно, кому-то попасться на глаза в этом регионе это тоже большая удача, если так можно выразиться. Кроме того, Барелочи с начала 20 века у нас начинает заселяться чисто немецкая община. Когда начинается Вторая мировая война, правительство Аргентины издает указ, которым запрещено на территории Аргентины какие-либо конфликты между общинами, проживающими на территории Аргентины и которые, в свою очередь, могут участвовать во Второй мировой войне по разные стороны баррикады. А также запрещалось поднимать указанные флаги на любых общественных учреждениях. Но немецкая школа нарушила эти указания и нацистский флаг вместе с аргентинским флагом был поднят над зданием школы. Хотя тут справедливости ради надо сказать, что это было обычным явлением для многих немецких школ, которые находились вдали от Буэнос-Айреса и в которых обучение велось по заветам немецкой нацистской партии. Поэтому в этих школах инструкции и библиографии были поручены, преподаватели принесли присягу Гитлеру на верность и из этих школ приходило очень много жалоб на нарушение аргентинской системы образования. Есть люди из разведки, которые указывают на то, что немецкая школа в Барелочи являлась главным центром нацизма во всей Патагонии. Туда даже приезжали такие персонажи, как посол Германии. Поэтому школа в Барелочи была не только образовательным центром, но и политическим. Поэтому такая обстановка в городе до момента ареста Эриха Прибки в городе Барелочи, который являлся капитаном гестапо, об этом я рассказывала в одном из предыдущих видео, и являлась тем, что тема пребывания нацистов в Барелочи было неким табу. Вроде бы все знали об этой теме и никто не знал. Говорить об этом было не принято. Почему? Потому что практически все население Барелочи состояло из этих самых немцев. Кроме того, рядом с Барелочи у нас еще есть один очень красивый городок, который называется Вилла Ла Ангастура. У меня с этого городка есть два очень интересных видео. Заходите в мои плейлисты, смотрите, ищите, поскольку этот город еще называют город-сад Патагонии. Так вот, это еще один такой маленький закрытый немецкий городок на территории Патагонии. Там, по-моему, где-то около 100 километров от Барелочи. Абсолютно рядом находится граница с Чили, потому что когда из Ла Ангастуры выезжаешь, там стоит указатель, мне кажется, 30 километров до границы с Чили остается. И вот как раз на вот этом промежутке и начинают развиваться все события, которые связаны с пребыванием Гитлера в Патагонии. Итак, когда он прибывает на подводной лодке к берегам Патагонии, дальше, как я уже говорила, как герой Дети капитана Гранта Жули Верна, он через всю Патагонию от побережья и через степи отправляется вглубь Ванды. И первое место, где останавливается в Патагонии Гитлер является ранчо Сан-Рамон, которое находится в нескольких километрах от города Барелочи и о котором сегодня я уже рассказывала, которое принадлежало немцам и в принципе было территорией Германии на территории Аргентины. Что у нас есть по этому ранчо? Это ранчо, оно находится совсем в нескольких метрах от национальной трассы 23 нынешней трассы, но в тот период дорог в Патагонии в нынешнем понимании не было, и потом немцы заселились, они там уже дороги наделали. Это ранчо, оно принадлежало немецкому княжеству, сейчас зачитаю, не могу произнести, Шаубург Шаубург Липпе и с 1916 года здесь у нас проживал Вильгельм Канарис, который впоследствии стал директором разведки Адольфа Гитлера и также другие немецкие моряки после битвы при Мальвинах. В сороковые годы это ранчо переходит в руки семи лахусен, которые тесно было связано с нацизмом. В интернете можно найти рассказы и интервью с Хулио Бориэнтос, который родился на территории этого ранчо и его родители были обслуживающим персоналом на этом ранчо. Мама у него была прачкой, по отцу не нашла информации. Он рассказывает о том, что на этом ранчо проживали люди разных народов, это если мы говорим об обслуживающем персонале, очень много было людей с фамилиями индейцев в Мапуче. А вот после Второй мировой войны, согласно рассказам Хулио на ранчо, прибывает очень много немцев, которые носили военную форму, в том числе и форму элиты нацистской армии Германии. Эти немцы не говорили по-испански, они не собирались изучать испанский язык, поэтому всем служащим на этом ранчо пришлось выучить немецкий язык. А говорят, что только русские в эмиграции свое окружение заставляют учить русский язык. Немцы тоже были такими же. Кроме показаний Хулио, который родился на ранчо Сан-Рамон, также есть показания повара с этого ранчо, Кармен Торонтеги, которая прямолинейно утверждает о нахождении Гитлера на ранчо Сан-Рамон по окончанию Второй мировой войны. То есть есть конкретные свидетельские показания этого факта. Гитлера несколько раз перевозили по разным резиденциям. Он никогда не находился на одном месте. Это было в целях его безопасности. Несмотря на то, что он на территории Аргентины правил президент Хуан Перрон, который симпатизировал немцам, который симпатизировал нацисту, но за нацистами на территории Аргентины охотились разведывательные службы из других стран, из США, Германии и прежде всего конечно же потом, когда уже образовалось государство Израиль из разведывательной службы Израиля. И самым известным ранчо, на территории которого проживал Гитлер является ранчо Иналько, которое все-таки ближе к виллу Ла-Ангастура находится, чем к Барилочи. От Барилочи там 80 километров от виллы Ла-Ангастура совсем немножко. Так вот, это ранчо оно начало строиться еще в 1943 году специально для отхода Гитлера в случае поражения во Второй мировой войне. Это ранчо оно построено на земельном участке площадью примерно 450 гектар немножко больше. И вот в 40-х годах этот участок он был продан потомкам итальянских мигрантов Прима Капрара Энрике Меру, который был юристом в городе Буэнос-Айрес. Энрике Меру был связан со всем высшим обществом Аргентины, также он был связан с немецким капиталом, который находился на территории Аргентины, и со всеми теми компаниями, которые по окончании Второй мировой войны помогали немцам бежать по крысиным тропам из Европы в Аргентину. Строительство ранчо началось в 1943 году, и тут еще один очень интересный факт, потому что для строительства этого ранчо в качестве архитектора был приглашен самый известный на тот момент архитектор Аргентины Алекандро Бустильо. К тому моменту Алекандро построил очень много знаковых сооружений на территории Буэнос-Айреса, его окрестности. В самом городе он непосредственно построил штаб-квартиру Центробанка Аргентины, которая находится непосредственно напротив Розового дома, то есть правительственного дома. В книге Марты Левисман Бустия в Патагонии описывается очень интересный факт, который нам рассказывает о том, как хозяин ранчо Инальку мэру завозил сюда молочные породы коров, типичных для швейцарских Альп. И уже на месте их со временем начали скрещивать с местными породами коров. Еще один очень интересный факт, то, что бухгалтером на ранчо Иналька, так же, как и в соседнем городке Вилла Лангастура в отеле Кориентес работал немало известный нацистский преступник Кобс, о котором мы также рассказывали в одном из моих предыдущих видео. Кобс был бывшим офицером СС и также он был главным куратором крысиных троп, по которым немцы из Европы приезжали непосредственно в Патагонию. Согласно расследованиям Абеля Басти, ранчо Иналька было тем самым местом, где фюрер больше всего проводил своего времени, когда он проживал на территории Аргентины. Абель Басти брал интервью у женщины, которая проживала на вилла Лангастура и которую в 50-е годы нанимали в качестве помощницы по сервировке столов, по обслуживанию столовой зони на этой вилле. Эта женщина не называет своего имени, но она со стопроцентной уверенностью рассказывает о том, что видела Гитлера на этом ранчо. Ранее она об этом не рассказывала по той причине, что говорила как бы я женщина темная, я ничего не знаю, что происходило в Европе, во времена Второй мировой войны я не знала, меня не касалась, но вот пять лет назад я как-то смотрела по телевизору передачу, в которой рассказывали про Гитлера и вот я его узнала, вот этого мужчину, которого я время от времени видела на территории ранчо Иналько. И когда Абель Басти ей показал фотографии, она это еще раз подтвердила. Вот, кстати, это как раз тот факт, который рассказывает нам о том, что люди, которые проживали в этой глубинке, вдали вообще от мира всего, от цивилизации, они вообще просто не могли знать о том, что происходит на другом конце света. И поэтому вот так легко там было укрыться. Кроме того, она также рассказывает о том, что были и другие свидетели, которые на сегодняшний день умерли, но их дети оживы и тоже могут рассказать эти истории, если захотят. Когда эта женщина вспоминала о Гитлере, она рассказывала о том, что это был мужчина в очень высоких сапогах, носил куртку, отдавал приказы на немецком языке. И, кстати, тут тоже такой интересный факт, очень некоторые историки говорят о том, что после Второй мировой войны, когда Гитлер пребывает в Аргентину, он сбрил свои классические усики, а эта женщина утверждает о том, что она видела его именно вот с вот этими усами, с которыми Гитлера принято изображать. Но поскольку сама женщина на немецком языке не говорила, она была в качестве принеси-подай, с нее в принципе не требовалось знания немецкого языка, поэтому о чем говорили жители Налько, какие приказы отдавал тот, кого она приняла за Гитлера, она, естественно, не может сказать. Кроме того, эта женщина также рассказывала о том, что ее внимание привлекал тот факт, что свет на ранчо был включен 24 часа в сутки. Она помнит о том, как гости, которые приезжали на это ранчо, гуляли по пляжу, как они играли в карты, веселились, в общем, вели достаточно праздный образ жизни. Но единственное, о чем она не знала, это каким образом посетители этого ранчо прибывали и убывали с этого ранчо. Но если внимательно посмотреть фотографии, видео, которые успели снять на этом ранчо до того, как оно было закрыто, не то, что для посетителей, да, просто проникнуть сейчас туда невозможно, то на этих фотографиях очень хорошо отслеживается, если так можно выразиться, взлетно-посадочная полоса для гидросамолета, на котором в большинстве своем и пребывали посетители и жители этого ранчо. Что нам еще известно о ранчо Эналько? Публично ранчо Эналько контролировал доверенное лицо и главный финансист Хуана Перона Хорхе Антонио. Кроме того, Хорхе Антонио также был владельцем фонда Эве Перон, а вот менеджером в этом фонде работал Альберто Боланьос. И вот сын этого Альберто Орасио, он до сих пор жив, рассказывает о том, как однажды в 1951 году сама Эва Перон позвонила им домой и пригласила провести три дня на ранчо в Патагонии, непосредственно на ранчо Эналько. Несмотря на то, что Альберто сразу не согласился, она приехала к нему домой и уже дома еще раз подтвердила это предложение. И вот сын этого Альберто, которого зовут Орасио, рассказывает в подробностях о своем пребывании на этом ранчо в 1951 году. Правда, Орасио отрицает присутствие Гитлера на этом ранчо. Ну, понятно, они там были три дня всего, три дня, три ночи. Самому Орасио на тот момент было 13 лет. Вполне возможно, что фюрер на тот момент мог не находиться на этом ранчо, но нам здесь интересен немножко другой факт, а именно то, что Эва Перрон непосредственно была вхожа в этот дом, если так можно сказать, вхожа на это ранчо, вплоть до того, что она даже приглашала туда гостей. В 50-е годы Хорхе Антонио становится владельцем этого ранчо, когда власть Хуана Перрона как раз была свергнута, ему нужно было чем-то заниматься. Вот он приобретает это ранчо. И в последующем, уже в 70-е годы, комплекс переходит в руки банкира Хосе Рафаэля Троц. И вот сам этот банкир Рафаэль Троц, который владел ранчо с 1970-х годов, со стопроцентной уверенностью рассказывал о том, что в 50-е, в 40-е, в 50-е годы Гитлер проживал на территории ранчо Иналько. То есть, ну, я считаю, что это достаточно большой комплекс собранных доказательств о том, что Гитлер после Второй мировой войны пребывал в Патагонии как на ранчо Сан-Рамон, так и на ранчо Иналько. Что сейчас с этим ранчо? В Ютубе можно найти видео с этого ранчо, когда некоторые журналисты туда пробирались и могли заснять его. Сейчас это ранчо стоит на продаже. Я несколько месяцев назад, в мае, по-моему, там подъезжали, зайти на его территорию невозможно. Помимо того, что оно со всех сторон обнесено высоким забором, висят огромные замки и с большими предупреждениями о том, что туда нельзя пробираться на эту территорию, что это частная территория. Кроме того, также я видела репортажи о том, что те люди, которые приближались к этому ранчо, с воды на корабликах, они видели и свет там открытые, один день открыто, другой день закрыто, одно и то же окно, то есть оно проветривается, то есть охрана на территории этого ранчо и Налько проживает и охраняет от любопытных туристов, поскольку факт всем известный, ранчо стоит практически на знаменитом маршруте семи озер, поэтому туристов мимо проезжает огромнейшее количество и, конечно же, все хотят туда заглянуть, поэтому сейчас там усиленная охрана и посетить его невозможно. И еще один интересный факт о пребывании нацистов в Барилочи я хочу вам сегодня рассказать и это рассказ о бункере, о подземном огромнейшем бункере рядом с городом Барилочи. Когда с туристами мы приезжаем в Барилочи, то в первый день нашего путешествия у нас всегда экскурсия по знаменитому маршруту Циркуито Чико, в котором мы знакомимся с национальным парком на Уэль-Уапе, так вот, всего в полутора километрах от этого маршрута в очень густом густом лесу над обрывом над озером на Уэль-Уапе обрыв составляет порядка 150 метров находятся руины бункера. Этот бункер был построен аргентинской армией в 1946 году, но тут нужно сделать маленькую заметочку, то, что прибывшие после Второй мировой войны немецкие военные занимались обучением аргентинской армии. В этот период Борелочи сам по себе был очень труднодоступным и малонаселенным местом, где легко можно было скрыться кому угодно. Поэтому возникает логический вопрос, какой смысл строить бункер в негостеприимной местности, где нечего защищать, здесь нет границ, здесь нет места с какой-либо гипотезой конфликта. В этой местности с горами и лесами во многих местах можно было спрятать людей, и никто этого бы не заметил. Но когда столько ресурсов и мер предосторожности было вложено в создание укрепительного убежища, возникает вопрос, кого они хотели спрятать, кто был важен для такого глобального строительства. Расположение бункера является стратегическим. Он расположен в густом и труднодоступном лесу, по крайней мере в то время, на высоком скалистом мысе и имеет всего одну подъездную дорогу. Оттуда во всех направлениях можно увидеть озеро на Уэль-Уапе. Никто не может добраться до этого места незамеченным. Другими словами, ни один человек не может прибыть по воздуху, суши или по воде незамеченным. И на этом месте укрепленное сооружение из железобетона с тоннелями. И это до сих пор поражает. У бункера есть основная постройка и две постройки меньшего размера, а также руины, скрытые растительностью и временем. Один из них выглядит как наблюдательный пункт, обращенный к одной из сторон с видом на один из пляжей. Другой, расположенный дальше внутрь, выглядит как крытый подземный вход. Кажется, в комплексе был какой-то туннель, соединяющий разные здания. Однако, и это тоже бросается в глаза, поскольку выявляет намерение скрыться. Официальных данных об этом сооружении нет. Он не присутствует ни в кадастровых реестрах, он не присутствует в кадастровых реестрах ни гражданских, ни армейских. Это означает, что бункера не существовало, по крайней мере, в глазах простых людей. Разрушение этого бункера совпадает по времени с известием о смерти Гитлера на территории Аргентины. Интересный факт, не правда ли? Но у этого бункера разрушена только верхняя часть, а все подземные туннели сохранены. Вот, в принципе, на сегодня у меня все. Верить в эту легенду или нет о пребывании Гитлера в Аргентине решать вам, но мне кажется, что такое количество фактов, которые собрал Абель Басти, сколько людей свидетелей того времени он опросил, лично для меня сомнений в этом нет никаких. Хотя, честно, признаюсь, что раньше, до того, как я начала очень подробно исследовать эту тему, у меня было очень много сомнений, и, честно говоря, я не очень верила, хотя мне рассказывали про этого Абеля Басти, о его исследованиях, но я думала, какой-то там очередной городской ненормальный, который решил свою жизнь посвятить этой теме, потому что, как я уже рассказывала, когда я первый раз приехала в Барелочи, приехала я на автобусе с другой части Патагонии, выхожу, и первое, что я вижу на автостанции в Барелочи, это то, что все ларечки прям на этой автостанции, они заставлены книгой Гитлер в Барелочи. Ну, думаю, очередная байка для туристов, но когда я очень глубоко погрузилась в эту тему, когда я увидела огромное количество фотографий, на которых, ну, там уже не отвертись, что это Гитлер после Второй мировой войны, плюс вот эти все расследования об Эля Басти и его интервью с очевидцами, кроме того, если вы почитаете у меня комментарии, там очень много люди рассказывают, аргентинцы, кто не знает испанский, можете переводить о том, как вообще людей заставляли молчать изначально, да, люди, которые рассказывали о том, что они были свидетелями, что они сами видели Гитлера, как их заставляли молчать, но сейчас у нас в Аргентине другая власть, сейчас нам все, обо всем можно говорить, как бы вот очень много интересных фактов всплывает на поверхность. Ну, на этом у меня сегодня все, я буду продолжать стараться снимать на эту тему, если меня окончательно YouTube и остальные социальные сети не забанят. Впереди еще из тех тем, которые я готовлю, это о пребывании Мартина Бормана, всем нам известного по любимому сериалу с нашего детства «Семнадцать мгновений весны», о его пребывании в Южной Америке. Скорее всего, что следующее видео на канале будет об одном из моих путешествий, потому что, как я сказала, у меня уже начинается высокий сезон, но между путешествиями я также буду продолжать снимать видео и на эту тему. Поэтому, кому интересны путешествия, подписывайтесь на мой канал, кому интересны мои рассказы о пребывании нацистов в Аргентине, и, возможно, я потом расширю эту тему и буду рассказывать о других странах Латинской Америки, поскольку я люблю все страны Латинской Америки, уже многие из них объездила, и считаю себя, пусть и маленьким, но специалистом по странам Латинской Америки, так что подписывайтесь, впереди вас ждет еще много всего интересного, я постараюсь надолго не пропадать. Всем пока-пока, с вами была ваша Елена Вивас. Субтитры создавал DimaTorzok